Если кто не понял, что тут происходит, это Кадыров, сидя у себя в С-классе, находясь на автодроме, снимает, как его сын, Али Кадыров, на вот этой вот БМВ, значит, настолько дрифтует, крутит колеса, что у него резина загорается. Так, Тумсона, Валакский район, это Дагестан, если ты с этим не согласен, ты будешь сражаться. Нет, иншалла, мы никогда не будем сражаться с нашими братскими дагестанскими народами. Мы все эти вопросы решим мирно и полюбовно, начало. Благо, среди наших братьев полно понимающих людей, очень здравомыслящих. Вся проблема в том, что сейчас и там, и там, везде по Кавказу находятся российские наместники. И, соответственно, все, кто может хоть как-то, не то чтобы решить вопрос, но просто повлиять на него как-то там. Все эти люди, они так или иначе связаны с этими наместниками. И среди них, ну там, может быть, кто-то есть меньшим злом, но нормально, здравых там людей среди них нет. Поэтому создается такое впечатление, что это такие вопросы, которые без крови вообще не решить. Но на самом деле, если все грамотно ко всему этому подойти, для начала нужно определить, что мы никогда, ни в каких обстоятельствах народа Северного Кавказа, мы просто не имеем права решать вопросы кровопролития. Нам нужно это избегать, потому что один раз мы такой прецедент сделаем, это потом вражда там на века. Это очень тяжело потом будет преодолеть. Поэтому, если вопрос становится таким образом, что вот, например, эта земля, если мы сейчас вот решаем вопрос с кровопролитием, либо мы отказываемся от этого, и тогда у нас этот вопрос, может быть, будет решен, но когда-то потом. Мы, значит, решим его потом. Но кровь проливать надо врагов. Еще, если вы следите за ситуацией, происходящей в Украине, то сейчас очень много информации о убитых кадыровцах на территории Украины. Видимо, там куда-то украинцы удачно попали, в СОО, в общем, нанесло куда-то удар, и, видимо, там была, как говорится, концентрация кадыровцев. И, в общем, в социальных сетях мы сейчас видим очень много сообщений, там выставляются фотографии каких-то кадыровцев с соболезнованиями. И появилось видео, которое я, к сожалению, не могу вам показать в Ютубе, но Ютуб очень любит такие жесткие кадры, где один из, значит, разорванных просто на части людей, он горит. Горит, но при этом он еще находится в сознании, он пытается там что-то как-то себя потушить. И вот, представляете, на фоне этого очень тяжелого, на самом деле, видео, оно должно быть гораздо тяжелее для восприятия... Ну, смотрите, это для нас тяжело, потому что просто видеть такое тяжело. Но это должно быть гораздо тяжелее тем, кто к этому как-то причастен. То есть для кадырова, для других людей при власти, которые отправляют этих кадыровцев в Украину, как пушечное мясо. Для них это вообще должны быть тяжелые кадры. Увидев такое, они должны в какую-то психологическую травму получить, депрессию куда-то уйти на неделю. У кадырова снова должно было ухудшиться здоровье, там приступ какой-то случится. Настолько он должен был, на самом деле, тяжело это переживать. Но вы представляете, на фоне этой информации появляется вот это видео, как кадыров развлекается. Посмотрите. Если кто не понял, что тут происходит, это кадыров, сидя у себя в С-классе, находясь на автодроме, снимает, как его сын, Али Кадыров, на вот этой вот BMW, значит, настолько дрифтует, крутит колеса, что у него резина загорается. И вот насколько это символично, две картины, вот здесь горит разорванный человек, отправленный кадыровым в Украину в качестве пушечного мяса, под предлогом, что там джихад, священная война, там, значит, Запад пытается какие-то западные ценности принести, наши ценности вымыть из республики, пытается нас всех совратить, и поэтому мы должны этому сопротивляться. Вот здесь вот горит этот человек, а здесь горит резина кадыровского сына, которого не так давно, кстати говоря, Кадыров повязывал ему пояс в качестве, ну, типа, он совершеннолетний, и дядя Кадырова говорил, что это не просто так, мы ему пояс вяжем, мы ему вяжем пояс как символ того, что он теперь уже мужчина, и если надо будет встать на защиту Родины, там, своего села, то он обязан выйти и защищать. Это было, разумеется, до начала СВО, они тогда еще не знали, что буквально скоро начнется СВО, и придется вот этот вот пояс как-то оправдывать. Но вот как они решили этот пояс оправдать. Оказывается, смысл повязывания этого пояса был не в том, чтобы отправиться на передовую СВО, так как ты совершеннолетний, обязан защищать Родину, свое село. Оказывается, повязывание пояса, это как символ того, что ты теперь совершеннолетний, и когда нужно защищать Родину, ты должен в любой момент, как только ты понадобишься, ты должен сесть за руль своей БМВ, выехать на автодром и довести свою резину до возгорания, чтобы все удивились этому, посмотрели. В общем, я у себя в телеграм-канале без цензуры это все опубликовал, ссылка есть в описании, можете перейти, кто не видел, посмотреть. И еще раз задуматься, каков этот, каков кадыровский подход, когда муфтият кадыровский говорит, Салах Межиев, муфтик, говорит о том, что там происходит джихад, священная война, все обязаны туда отправляться, каждый совершеннолетний, значит, мужчина достойный должен отправляться на эту священную войну. Тот, кто там не погиб, шахидом не станет. Тот, кто туда не отправится, а будет пытаться как-то там избежать отправления, он вообще не мужчина, недостойный человек. Сам кадыров удивляется тому, что почему-то в военкоматах нет очередей из желающих отправиться туда. Повоевать на эту самую священную войну кадыровскую. И вот для таких, как мы, для обычных людей, вот такой вот этот джихад, кадыровский джихад, когда ты отправляешься воевать в Украину, и там сгораешь дотла. А для детей кадырова, для детей его приближенных, священный вот этот джихад кадыровский, это когда ты садишься за руль спортивной машины, у которой очень много лошадиных сил, она способна на месте так дрифтануть, чтобы ее резина загорелась и сгорела дотла. И кадыров это будет все снимать и с такой гордостью, с удовлетворением говорить, вот смотрите, у Али загорелась резина. Да, кадыров? У Али сгорела резина, и ему теперь бедному придется ехать, хотя она вряд ли самому, придется отдать эту машину, чтобы кто-то ее отогнал на вулканизацию, на техстанцию. И чтобы там перебортировали и поставили ему новую резину. Представь, сколько неудобств будет у твоего сына. А в то же время у отправленного тобой в Украину на убой твоего подчиненного кадыровца, ему уже не придется никогда менять резину на своей машине. Его детям, ему уже не придется никогда ласкать там своих детей, его детям никогда не придется больше встречать живого, по крайней мере, своего отца. Его жена уже никогда не встретит этого, по крайней мере, своего мужа. Его родители больше не встретят своего сына, не будут рады каким-то успехам его сына. Потому что он, в отличие от твоего сына, он сгорел там, на передовой в Украине, на СВО, куда ты его отправил. Друзья, почему дрифт не на ладах? Так-то не патриотично? Там проблема с ладами в том, что ведущие там, передние. А мы из недавней истории Адама Кадырова, Шаху Заде, из дубайской истории, мы знаем, что они предпочитают задний привод. Поэтому, видимо, BMW. Адама Кадырова